То, что на видео вы видите, это все абсолютная правда. Все очень круто, все очень красиво. Так, с чего бы... В общем, я ходила на курсы, учила турецкий, вот, в итоге было у нас собеседование. Собеседование было очень крутое, сначала было одно, потом второе. Вот, на втором собеседовании было много менеджеров, все турки, все сидят такие, стол такой длинный, турки сидят, все телефоны втыкают, девочка выходит или мальчик рассказывает, они там что-то втыкаются, посмотрят, и обратно в телефон. То есть им будто бы все равно, но они слушали тебя там. Для них самое важное – это твоя энергия, потому что я работала аниматором, я поехала спортивным аниматором, для них очень важно, чтобы у тебя была энергия, чтобы ты все время был на подрыве, чтобы ты вот аж брызжал, чтобы всех хотелось этой энергией напоить, накормить. Вот, для них это очень важно, особенно потому, что ты аниматор. Вот, также знание языка, это приветствуется очень сильно. Были у нас ребята, которые не знали английский почти, но они учили там, потому что окружение турецкое, окружение много англичан, вот с разных стран, это тоже очень круто, но это уже пока. Вот, было собеседование, я прошла, ждала результаты с нетерпением, проходят все, да, прошли все абсолютно. Да. Нет, ну подожди, тут так проходят все, они такие «та», тогда я не хочу. Нет, это не означает, что вам нужно там прийти, просто попутиться. Нет, все, потому что все подготовлены. Да, все, все стараются, Артем, Артем с Эльвиной, они старались безумно над нами, они гоняли нас здесь, ну, очень сильно, то есть рассказывали… Ты худела, худела, скажи честно. Худела, и дом, и порши, а после я, когда приехала с Турции, борщ, нормальный борщ, а не турецкий, жареная картошка, там просто коллега, вот, там много сладостей, очень классно. Вот, ну вообще, в общем, мы поехали, мы полетели, вот, сразу про розовые очки скажу. Вот это вот, ребят, убирайте сразу на самом деле, потому что не нужно там себе ничего придумывать, реальность она одна, и не всегда она приятная. Вот, то есть не нужно ожидать очень многого. Справляйтесь вот по факту, как только вот вы видите какую-то ситуацию, вот, воспринимайте все адекватно, вот. Ну, я в плане того, чтобы… Ваши примеры? Не стройте иллюзий. Ну, например, вот, мы думали, что мы будем жить при отеле, то есть, может, в каких-то лажманах, которые рядом. Но наш лажман был 15 минут от отеля, ну, на автобусе. Были у нас сервисы, которые нас забирали, бесплатно это все, забирали нас из отеля и увозили тоже из лажмана. Обессиленные тела, да? Да, просто мы когда ехали, мы такие еще сонные, когда едем в отель, в отель уже просыпаемся. Вот, а после, конечно, да, уже не говорить ничего не хотелось, потому что целый день вот так вот, ну, ты общаешься, ты прыгаешь, всякие разные активити, иногда что-то не по плану идет, ну… А ты набрала вес там? Там я скинула там. Да? Да, я весила 62, сейчас 60. Ты же в Элле работала, да? Да. Я вот четыре года назад в Элле не узнал девочку, просто она вот так в сервис садилась в конце рабочего дня, а я типа вижу ее, поняли, ну, я летал один человек, вот стоил, вот такая девочка, как бы. Ну, наверное, хилпитно отстойчиво было. Не возможно удержаться, нужно держаться в руках очень сильно, потому что кухня очень вкусная, особенно вот, мы кушали в общем ресторане, вот, обедали и ужинали тоже, вот. Потом у нас был свой ресторан типа поменьше. Получается, мы кушали в общем ресторане, это там, где все, all inclusive, набирай сколько хочешь, все сладости, абсолютно все. Все, что душа пожелает, все, что видишь, можешь брать. Кроме алкоголя, уточняй. Ну, естественно. Бывало, бывало. Был просто в этом году вопрос типа, а нам не дают пить. Ну, про алкоголь скажу, вот, дружите со всеми, особенно с турками. Вот, вот, сейчас расскажу об этом. Вот, мы сначала тоже болялись, болялись типа там и так далее. А потом мы начали дружить со всеми. Вот. Особенно с барменами дружите. Они турки, но дружите с ними аккуратнее. Турки вообще такие люди интересные, вот, с ними реально нужно быть аккуратными, они похлеще евреев. Я вот расистов никогда не была, скажем так. Ну, хорошие ребята, очень открытые, очень дружелюбные, но нужно быть всегда, ну, аккуратным. Что говоришь, потому что они очень обидчивые, они все близко к сердцу воспринимают. Вот. Ты кому-то там сказал, дурак, все, они на себя подумали. То есть, некоторые еще русские знают и молчат об этом. Там не схеды нам дойдет, в основном там не схеды, да? Что? Ну, не схеды. Ну, аниматоры там вот разные. У нас были из Кыргыстана, у нас были из России тоже. Несколько ребят, но очень мало. В основном все с Украины. Вот. Ну, так вот. А персонал, который вот хаускиппинги, которые официанты, которые бармены, все турки абсолютно. Вот. И, ну, как бы мы, типа рабочий персонал, мы все между собой дружили, конечно же. Вот. Ну, и было такое, что там, а можно мне двойную колу? Подходишь на бар, у тебя впереди целая вечерняя программа, тебе надо танцевать, гостей завлекать. Вот. Там еще шоу у нас разные были. Ну, мы готовили, мы просто смотрели. Вот. И ты такой, можно двойную колу? Потом ты такой, пытаешься не кривиться от этой двойной колы, потому что гости вокруг, ну, как бы, все-все видят. Двойная кола, это шо это значит? Типа кола виски. Ага. Виски? Да, да. Ну, то есть… А можно колу, можно виски-колу, но без колы, да? Типа кола, вот. Но они все равно любят виски. Вот. У меня был хороший друг-бармен, который просто, вот, я один раз на него попросила, и потом он мне каждый вечер подходил такой, Валентина, твоя кола. И я такая, если не хочу, то придется, походу. Ну, то есть, и сразу настроение навеселее, то есть, ты воспрепещен, и ты общаешься с гостями. Рабочий график у нас был какой? Мы просыпались в 10, а в 11-15 у нас был сервис. Он сейчас вспоминает, сейчас в окно. Очень скучно за этим. В 11-15 у нас был сервис, в 12 мы уже в отеле, ну, уже приходим на Пулгейм. Игры, бассейны у нас были. Шеф каждый день придумал что-то разное. Хочешь, не хочешь, но ты прыгаешь в бассейн, ты играешь с людьми. Перед Пулгеймом ты ходишь везде. Ты ходишь между бассейном, ты ходишь по пляжу, абсолютно везде. И такой, Пулгейм, у нас сейчас будет Пулгейм. Давайте на Пулгейм. Что вы с утра пить? Давайте на Пулгейм. А ну, давайте заряжайтесь и на Пулгейм. То есть, ну, вот так вот. Вот, там, некоторым гостям с некоторыми, если не хочешь вот ходить, раздавать информацию об этом. Вот, бывает такое, на самом деле, когда вот не хочешь, когда голова ходором ходит и не общаться не хочешь. Ну, бывает такое настроение. Вот. Ты просто можешь стать с каким-то гостем, начать там разговаривать про вчерашний вечер, про вчерашний шоу, ну, мы как косячили. Потом мы приносили полотенце, воду и начинался сам Пулгейм. Он длился где-то. Сначала сезона, вот, когда я только приехала, людей было немного в отеле, там, 600-700 человек. Нам всегда говорили, сколько человек в отеле примерно. Вот. У нас он длился где-то, сам Пулгейм, ну, до часа максимума. Ты же полетела, по-моему? В апреле уже там. В апреле? В апреле. У нас же с Визой были. Ну, ладно. Потом, получается, что мы обедаем в домном ресторане. Что такое время? Это бассейн? Пул. Это бассейн. Или бассейн, да. Мы на серфах гоняли, на надумных шарах гоняли. То есть, и аниматоры обязательно в этом участвуют. Ну, типа, чтобы равномерные шансы были, ну, так интереснее, так еще больше завлекает. Это было у нас такой момент, когда вот и аниматоров было немного в начале сезона, как пока я приехала. И некоторые ребята такие, ну, гости. Да, мы проиграли, ну, вот, афиг, все, развращиваются и уходят пить. Ну, такое тоже бывало. Вот. Потом у нас обед в главном ресторане. Мы сначала наебались, потом шли, у нас, получается, перерыв начинался вот в час и до 2.30. Вот. И вот это время это было лично наше. Мы сначала объедались, потом шли на бэкстейдж. Это у нас амфитеатр был. И за сценой мы отдыхали. Ну, типа, наше логово, так сказать. Вот. Мы отдыхали. Сначала, ну, это было классно. Объедаешься, потом идешь, спишь, классно. А потом опять идти. Ну, как-то уже это начало надоедать. Вот. Мы как делали потом уже под конец сезона, уже в середине. Мы после полгейма шли в спортзал. Спортзал был для нас вообще свободный. Людей немного, особенно во время обеда, потому что все идут жрать. Вот. Мы качались, упражнялись и так далее. А потом шли кушали быстренько. Вот. Именно чтобы этот минимум времени оставался на покушать, чтобы не набирать ей по моей тарелке и не объедаться. Ну, типа, продумали для себя такую схему. Вот. И потом сразу у нас в 2.30 начинался митинг. Митинг – это собрание, шеф, менеджер, аниматоры. Они рассказывали, что у нас на повестках дня. Обсуждали вчерашний вечер, например. Вот. И давали какие-то обязанности по поводу активичей. Еще уточняли, что к чему. Кто какие активити будет вести. Потом уже у нас устабилизировалось. Вот. Моей активити была даться. Так что вот. Я думала, если я приеду в Харьков и найду работу, я пойду попавам играть в дарт на деньги. Потому что в дартсе я была просто профессионалом. У меня… А напёрстки были у вас там? Нет. Надо было там, в квалификации. Вот. Вот. Потом у нас были разные активити. С 3 часов до 6.30. Вот. У нас было очень много разных активити. Это ботерпола я вела тоже, футбол. Я один раз вела, потом получила большой синяк. Мне сказали, нет, деточка. Не надо. Потом вот этот уже самый дартс, коннект фойт. Типа крестики-найки большая такая штука у нас была. И 4 в ряд. Вот. Тоже интересно так на логику. Можно вот играть с гостями там на мороженое. У нас просто было кафе, где мороженое можно брать только в гости. Вот. И иногда приходилось там либо просишь кого-то. Если у тебя нет с кем-то хорошего контакта, ну очень хорошего. Вот. То там выигрываешь это самое мороженое или там что угодно выигрываешь. А если проиграл, ну. Бывало такое, что я и сама ходила за мороженым. На меня смотрели так и не смотрю, что можно. Вот. Но приходилось. Не много раз предлагали. Нет. Нельзя. Нельзя. Ну в принципе можно было, да? Вообще можно было. Вот. Потом в 6.30 мы раскладывали подушки в амфитеатре. У нас был такой большой красивый амфитеатр. Но подушки, потому что шоу у нас начиналось в 9.45. Вот. И мы заранее вложили подушки. Вот. Раскладывали подушки. Потом, не помню сколько, у нас был сервис обратно в Ложман. В Ложмане мы отдыхали. У нас там было около трех часов свободного времени. Мы отдыхали. Мы собирались на вечернюю программу. То есть, ну. Красились, одевались и так далее. Потом в 8.00 у нас был сервис. Даже в 9.00 у нас был сервис обратно в отель. Мы приезжаем, мы кушаем. И у нас был энтренс. Энтренс это типа приветствие в амфитеатр. Вот. Мы там стояли такие. Добрый вечер, добро пожаловать на наше шоу и так далее. А, еще мы, получается, перед ужином. Ну, у нас там время от времени было по-разному. Перед ужином или после ужина мы ходили по ресторане, там же самым главным. И просто подавили к гостям. Там добрый вечер. У нас сегодня в театре такое-то шоу. После шоу у нас будет дискотека в таком-то стиле. Вот. Ну, ты говоришь это, ты подходишь к столику. Вот это самое прикольное. Больше всего, что меня забавляло, это ты подходишь к столу. Я к Шамлару, добрый вечер, мы били. И такой, ну типа, что тебе ответят. Иногда смотрим такие, ничего не надо. Иногда на английском, там, говорили, там, «I want a cup of coffee, please». Там, ну типа, отправляли, думали официант. Вот. Когда турки, мужики еще. Вот. Для меня это было вообще жесть. Потому что, ты рассказываешь, они такие, ммм, ммм. Типа, джонлэм, джонлэм. Типа, дорогуша, дорогуша. Что-то. Такие. И начинают расспрашивать. Эту Редькину не очень хорошо знала. Я, как бы, понимаю, о чем они говорят. Вот. Но я не могу ответить. Вот. Со временем привыкаешь к этой речи. Вот. Уже начинаешь понимать. Но словарный запас нужно учить. Вот. Это очень круто. Это будет вам огромный полезный плюс, если вы будете знать, какие-то турецкие слова. Просто, чтобы поймать общую суть речи. Вот. И отвечать вообще, ну, к самому не будет. Вот. И настолько будут бояться. Между прочим. Ну, типа, при вас лично не скажут. И будут из-за своего считать. Ну, кто как. Вот. А потом мы шли, что этот Эдрес. Вот. И шоу. Мы тоже можем смотреть шоу. Мы сначала смотрели, типа, чтобы понимать, о чем. Потому что гости потом на следующий день могут спрашивать. Ты можешь с ними обсуждать. То есть это тоже хорошая тема для разговора с гостем, чтобы наладить контакт. Вот. Потом шоу у нас. Шоу заканчивалось 10-30. Вот. И после шоу мы начинала сразу же дискотека. Дискотека. Была у нас иногда ретро-пати. Это просто, типа, старинная музыка. Но мы не одевались. Мы просто, типа, яркие макияжи, яркая одежда какая-то. Вот ретро. Как душа твоя пожелает. В некоторых отелях, то есть, тебе даются костюмы. У нас такого не было. У нас, типа, свободная вообще анимация была. Было очень классно и лояльно все. Вот. Ретро-музыка. Ты можешь... Ну, да. Там пустыня, очень много мусора. Грязно, да. Мусором... В отеле красиво. Да, мы приехали. Во-первых, безумно жарко. Нам казалось, что с нас просто... Просто, я не знаю, но это было безумно. Грязно. Ну, они просто люди такие. Они идут. На турецкой части. Да. Они идут, пьют и бросают на пол. Они это не замечают за собой. Иногда вот так вот из ветра просто мусор вот так вот. А прикольно, знаете, маршрутка, типа, едет. Не смотря какой город. Там нет, везде так. Везде. Никосия. Никосия тоже лязная. Ну, мы везде почти. Никосия вообще очень лязная. Если брать Никосию в греческую сторону. Типа, едет, знаете, едет водила, да, на маршрутке. Он такой раз бутылку, хоп, выпил воду, раз в окно. Да. Или там, знаешь, пачка сигарет, или там жвачку. Все. Так раз, типа, и швыряют в окно. Да. Есть, но они как бы не заморачиваются. Ну, мы с Лесей ходили, мы их заставляли. Он выкидывает, и я говорю, иди, вернись. Говорит, тебе должно быть стыдно. И выкинь. Он идет такой, берет, понимаете. Да. Ну, у нас, ну, просто девочки первые поехали. Первый заход поехал. Мы их спросили, что там да как. Мы знали, куда мы едем. Что, ну, будем жить в Ложмане, при отеле. Все будет супер. Там спросили вешенки, полотенца. Все есть. Даже полотенца не взяла. Значит, и тут мы приезжаем, получается. Нас очень долго мурыжат в этом офисе. Мы безумно хотим кушать, голодные. Этот, как его, хочется душ принять, чтобы нас заселили. А нас не заселяют. И тут оказывается, что мы едем в другой Ложман, потому что места нету. Ну, это просто из-за того, что это был новый отель. И они как-то не рассчитались с персоналом, но персонала действительно не хватало постоянно. И так получилось, что нас заселили в пристройку. Да, один плюс пристройки это было то, что было рядышком море. Да, то есть мы ехали с одним, нас заселили в пристройку, где в некоторых комнатах не было окон и не было стен. Ступеньки тоже, получается. То есть там ночью можно было вообще, ну, иди спокойно и не увидишь там дырка в полу. Вот. То есть, ну, это такой минус был. Нет, он был нормальный. То есть он просто только строился. Он при нас достроился. Да. Девочки помогали строить. С индусами. У меня был выходной, я просыпаюсь, у меня на балконе какой-то арабша. Или просто заходит твой балкон, вот так вот проходит мимо тебя. Я в трусах, я такая стрю, здравствуйте, марафа. И получаю, да, балкон тоже такой был. Ну, у нас поначалу холодная вода была, затекало все в комнату, запах ужасный. Ну, так как это было буквально три дня кондиционерная работа, буквально, даже не три дня, день-два, просто нам казалось, что это вечно стянулось. Ну, день-два, ну, потом я устроила истерику, я так жить не могу, я человек, я не животное. Я там закатила действительно, ну, просто я не могла работать, потому что я постоянно думала о том, что у меня там сейчас вещи, там кто-то зайдет и что-то такое. Ну, я устроила истерику, так сказать, и нас сразу же переселили в другую комнату, где была горячая вода, в том же Ложмане, но у нас хотя бы была чистая комната, они специально ее поубирали. менеджер приехал, привез мне вешалки, которые сам купил, там специально менеджера позвали, и у нас была и горячая вода, работал кондиционер, нам дали вешалки, чистое белье, полотенце. мини-бар, да. что хотели, гуляли, ходили, кого хотели, приводили. Ну, то есть, если в том Ложмане за этим всем строго следили, то у нас вообще никакого контроля не было. Вот. Но то, что только у нас была ночь, вода горячая. Вот. Только в нашей комнате, да, все это время. К нам даже просились, постучались, можно мы в воздушке. А про работу расскажите. Работать было легко. Да, работа вообще легкая. То есть, вот я на Варе работала, вся моя задача, я знаю, что надо было. Язык, ну, мы приехали, мы знали, мы работали, но все нечестность. Ну, как бы, в частности, мы ничего не знали. Ну, то, что мы учили с Эльвиной, и вот эти все диалоги проводили между собой, это, в принципе, нами помогло, потому что мы приехали, они такие, вау, вы что язык как-то хотя бы знаете. Ух ты, и они это действительно очень ценят. И потом, впоследствии, они всем говорили, вот, нас ставили в пример, посмотрите, вот, например, Катя знает турецкий, она это все время, она его как-то пыталась учила, а Толик, он не знает, Толик первый на увольнение. То есть, у нас постоянно вот так вот нас сравнивали, что и все вот эти слова, которые мы учили, продукты, это потом нам помогало. Очень даже. Толик остался там? Нет. У нас просто, вот, например, мы работали в Америке, там действительно было сложно. Вот мы прям, если сравнить Америку и Кипр, то действительно нам очень легко работалось, и мы получали, грубо говоря, вот эти 600 долларов, но иногда даже получали больше, чем шеф, потому что у нас есть контракт. Потому что вы знали турецкий, а шеф не знал, да? Нет, просто когда лира упала резко, вот один месяц был, когда она резко упала, и так получилось, мы даже спросили, шеф, говорят, у вас вообще-то сейчас зарплата больше. Потому что нам заплатили, действительно, у нас получилось там 600, мы потом чуть позже поменяли, у нас 600 с чем-то долларов получилось. Потом. Лира, да, платили? Да. А вам в долларах? Нет, в долларах в лирах тоже. Ну, мы коснемся этого дальше. Ну да, потому что первый месяц, получается, Лира вот это выросла, мы уже получили зарплату, не успели ее поменять, и у нас 320 долларов вышло. Хотя, если бы мы просто... Нет, 320, мы с Богданом посчитали. И мы просто надо было подождать и менять перед отъездом, действительно. Мы так спешили менять, у нас был один мальчик, фаникер, который всех подгонял, и мы, получается, начали это поменять. Ну, его такой, и меняйте у меня, меняйте у меня. Нет, нет, ну просто у нас это вот. Леся молодец, она поменяла под конец, она просто... Ну, из-за того, что она паспорт, да, не взяла. Ладно, она поменяла под конец, и у нее, ну, в долларах чуть больше вышло. Работа заключалась в том, чтобы, вот, например, у меня было хорошо, у меня была вечерняя смена. Я натирала сначала два часа, надавалась. Из этих два часа я натирала стаканы, готовила серванты. Ну, то есть такое, ничего ты такого не делаешь. Из этих двух часов у тебя есть полчаса это покушать, потом ты возвращаешься, начинаешь... Термина, красиво все расставляешь. И начинается... Тегустируешь. И начинается два часа именно half, когда ты как в копы ужаленный бегаешь, обслуживаешь этих клиентов. Поначалу, да, сложно было их понять, но английский, турецкий, а потом вообще... Ты даже уже на английском с ними не разговариваешь, ты уже турецкий, там... Подходишь, я уже на бар даже приходила, тоже на баре все на турецком говорили. И ты сам того не замечаешь, да, ты их начинаешь понимать, но на турецком надо все равно турецкий учить, чтобы начать на нем говорить. Вот, и после этого, после того, как закончился в десять часов с семи до десяти, получается, был ужин, а потом ты просто начинал убирать, сервировать на завтрак. То есть, на самом деле, ну, вообще ничего сложного не было. А с утра, получается, до четырех часов у меня был график с четырех до одиннадцати. И потом, до двенадцати, и потом у тебя был сервис в двенадцать-тридцать, и тебя отвозили в Ложман. Ну, или ты мог двадцать минут пешком пройтись. Вот, и все. А так все утро у тебя было свободно, сервис приезжал, тебя забирал на обед. Но это тоже мы договорились, чтобы нас забирали, потому что в том Ложмане про нас немножечко забыли. Но мы тоже договорились, и туда больше людей начали заселять, и все как-то начало развиваться. Ну, Лесе на баре по-другому было вообще не так. Ну, у меня просто вообще другая работа была. Там отдельный бар, блогий бар. Люди туда приходят, просто пить. И все, он крутит. И мы просто берем заказ. Они нам дают этот заказ. Мы идем на бар, берем эти напитки и несим. То есть все, работаю. А чай, чай был? Был? Был. Да. Ну, то есть какие-то коктейли, чай? Ну, нужно же было что-то мешать, наливать, делать? Или просто... Делать нормально. Пошел, взял. Коля барменил, или он официант был? Нет, он тоже. Мы все работали везде и всем. То есть было такое, что я приходила на бар, сама делала напитки, относила людям, брала опять заказ, опять сделала это все и несла, когда очень много людей. В смысле, что обучаться этому нужно? Нет. Ну, ты сам все покупала. Ну, официанты тоже делали напитки, когда у бармена куча заказывали, он стоит, ты сама просто забегаешь, тихонечко берешь, себе все наливаешь и убегаешь. Но зато, когда их с бара спускали нам помогать в ресторан, они стоят, что делать, что делать, потому что нас, кроме того, что мы забирали тарелки, нам надо было еще поменять скатерть, засервировать стол, поставить вилки, ножи, воду и все остальное. Ну, и девочкам, которые спускали сна, было немножечко атака. Да, мы тоже, в принципе, по сути настроили. Конечно. Так, скажите, что было самое тяжелое во время вашей поездки? Было тяжелое, когда было нереально много людей, а всего лишь два официанта. То есть мы вот так вот бегали, как именно непонятно кто. А сколько посадок там сзади было? Ну, было официанта обслуживание, какое количество? Время? Там, получается, есть терраса и есть внутренняя. Где-то внутри сколько там было? На человека? Да. Ну, там гигантский атак, просто, он просто гигантский. Да, это как-то получилось. Каждый человек, проработавший пять лет общепития от кальянщика до управляющего, мне интересно, каким образом менеджер допустил двух официантов на 150 человек. Это просто бред. Ну, они не умеют распределять. Они не умеют. Они не забрать. Ну, ты понятно? Нет, было очень даже странно. Например, есть зона, у нас была зона, которая была посадка, ну, там иногда сидела, но столов пять. И была главная посадка. Там, где действительно было больше двухсот человек на эту, ну, на вот эту зеленую зону было примерно 200 человек, если даже не больше. И там стоят два официанта, которые все это делают, а на другой зоне три официанта, когда там сидят три столика. И они сами не понимают, как это делать. Они нас постоянно швыряли из ту зону в ту. Я говорю, подождите, ну, здесь мне наоборот надо помочь. Я тебе сказала, иди туда. Без проблем, пошла туда, как сказали. То есть у них это, немножечко в этом была, заключалась их проблема. Ну, это не наша была проблема. Это была наша проблема, но не наша. Редко хвалили очень сильно. И когда-то уже, да, ну, нас-то чаще, получалось, писали отзывы, просили оставлять отзывы и все такое. Нас оставляли, про нас оставляли отзывы, да, мы их видели. Ну, мне говорили клиенты, мы там написали про вас отзывы, мы оставили отзывы. У нас даже были бумажечки, где они наши отзывы оставляли. А на митинге все равно нам очень редко, когда, да, но нам в ресторане еще говорили спасибо, молодцы, хорошая работа, пожмите руку. То у них на баре вообще такого не было. Вот сделаем. Если сахар не забудешь подать, то все, они тебе будут просто до последнего это говорить. А если реально ты хорошо работаешь, они никогда не скажут, что типа молодец. Не хватало тэпси постоянно. То есть ты не можешь вынести просто чай, держать, да, в руках. Ты должен его выносить только на подносе. И так получалось, что иногда было очень сильно биззи, и ты там, например, пришел без тэпси, ты просто хватаешь эти все несколько стаканов и начинаешь разносить людям, потому что очень сильно биззи, ты пытаешься все это успеть. Он подходит, вместо того, чтобы тебе как-то помочь, он тебя отводит и начинает на тебя орать. Ну, именно кричит на тебя. Ты, понятное дело, уже не можешь улыбаться, потом, ну, у тебя уже слезы на глазах наворачиваются, он тебе говорит, иди, улыбайся. Ну, то есть у меня один раз было, что я вынесла, получается, там оказывается, вот мне так попалось, что сидел какой-то патрон, патрон это владелец какой-то там, и, получается, я ему вынесла чай без блюдечка, а просто чай, потому что блюдечек на баре не было, на бэкграунде, то есть там, где тоже блюдечек не было, потому что кухня не успевала это все мыть. Ну, а у меня человек ждет чай, и кроме него у меня еще миллион заказов. Ну, я хватаю этот чай и беру, приношу. Я даже ни о чем не думала, я пыталась все это успеть. Я побежала, нету, нету, все. Мне на баре выдали такой чай. Я его пошла, отнесла, и это увидел один из менеджеров, ну, точнее, этот патрон сказал менеджеру, что ему вынесли такой чай. Хотя, тем не менее, когда я ему потом принесла два чая с блюдечком, мне его жена сказала, «Да что вы, все хорошо, чего вы, не переживайте, мы такой чай попьем». Я такая, конечно. У меня было наказание, ну, хорошо, мне его потом не применили, но просто этот шеф, с этим шефом поговорили, но он мне сказал, наказание у тебя будет, ты будешь работать больше 14, типа, у тебя будут мяса и с 8 утра до 11 вечера. Да, и он говорит, «Ты будешь работать без перерыва». И он мне это все рассказывает, кричит на меня, а мне потом еще идти банкет обслуживать. Я помню, я так сильно расстроилась, для меня это такое вот было, я не помню, мне так сильно обидно было, что я так сильно старалась, все так сильно пыталась успеть, а мне вот так вот сказали. Ну, потом я поговорила с другим шефом, еще раз все объяснила, ну, мне это наказание не применили. Вот, но просто вот так вот. А физические были у вас наказания? Нет. Нет, они на самом деле все очень добрые, они тебе пытаются поначалу против, с нас все подбегают, такие, у тебя все хорошо точно, сразу на каждой митинге нас спрашивали, нет ли у нас никаких проблем, все ли у нас хорошо, все нормально, еще на русском. Действительно, половина них хорошо знает русский. Очень, действительно, очень много. А подкатывали, подкатывали? Ну, конечно. А были вот эти розы из бумаги, из салфеток? Ну, конечно. Они еще так вот с собой натирали, чтобы эти розы пахли, были и живые розы. Ну, это все. Тяжело для Анташки, да? Нет. Нет. Ты просто подходишь к другому главному боссу, и просто того могут уволить. Ну, у них такого нет. Наоборот, у нас... Просто не понравился менеджер, пошел на него, рассказал что-нибудь. Да. Ну, у нас наоборот, потом в конце даже там, нам говорили, ну, отношения запрещены. Нам потом проводили лекцию, любовь любовью, у вас здесь работа и всякое такое. То есть, все хорошо. Мы путешествовали тоже, мы увидели в принципе то, что хотели. Ну, ту часть. Ту часть, да. Ту часть, да. Автостоп легко, словил машину. И действительно не страшно, вот люди какие-то... Я оставила, я такая была умная, была собачка в машине, мы словили автостоп с Людой, была собачка в машине, мы сели в машину, такие, ой, собачка, собачка. Ну, я все забыла вообще. Я вышла с машины, оставила телефон, ключи... С собачкой, да? Нет, собачкой, да? И еще дядечке оставила телефон и ключи. А он ехал ветеринарно. Я бежала три ветеринарные в городе, их две, а их оказалось шесть. Ну, а город тоже, ну, побегай по такой жаре. Я так сильно расстроилась, но мы как-то заикнулись тему, что мы работаем в Конкорде. И так получилось, он привез потом на лобби мой телефон, мои ключи. Ну, то есть, они все... Ну, никто не... Ну, у нас такого не было, чтоб... А... У нас такого не было, что у меня лично такого не было, не знаю, как у девочек, чтоб кто-то приставал в машине. Или что, да, они там спросите Инстаграм. Ну, на Инстаграм. Валя, а страшные истории у вас были какие-то? Страшные. Ну, трэш, знаешь, такой думаешь, блин, это трэш. Вот приеду, как расскажу. Ну, если еще не рассказать. Ну, если еще не рассказать. А я вообще рассказываю. Ну, расскажи какую-нибудь историю. Ну, что товарушек тоже мелочи. Ну, был гость, который меня преследовал. Дурок. Это мелочь. Это такой риск. Вот. Так, все, пошли, пошли. Сразу люди начали смотреть эфир. Он жилю свою отправлял, а потом говорил мне, типа, что делаешь после работы, я тебя заберу там. И все время, все время пытался там что-то вот, типа, да я тебя, да я так и так, но на английском. Я ж, я ж аниматор, я ж не могу. Приходится переводить все в шутку. А потом убегаешь. Ну, ты ж могла сказать шефу. Этого не нужно делать, потому что ты, ну, наводишь шунику. Угу. Как бы гости гостями все равно рано или поздно было. Просто у нас однажды такая была история. Короче, гости начали приставать к аниматорше. И, типа, один день, два, три это с Москвы были пацаны молодые. Ну, знаете, приехали молодежь, как бы не понятно. Их выселили. На туре из отеля выселили. Вот они три дня провисели, как бы потусили. И все их выселили. Несмотря на то, что у них было проплачено там 10 дней. У нас была похожая ситуация. Вот. Ребята... Вы там в безопасности, как бы это надо понимать. Да. Ну, да, да. На самом деле ничего страшного с вами не случится. Вот. В любом случае. Сразу один звонок. Вот. И все. Вас спасают. Вас оберегают. И все сделают ради вас. Потому что, ну, вы как бы приезжие. Вы работаете. Это имя отеля. Как-никак. Была у нас такая ситуация. Группа молодых турков. Вот. Все они такие смазливые. Все богатые. На... Работа мечты. Отели класса пять звезд. Высокая зарплата. Кольерный рост. Действует пора. Полет эмоции ускорят. На берегу Средиземного моря. Мы такие пришли. Властелина. А отель у нас был семейный. Вот. И все же, естественно, жены такие. Вот так. Короче. Вот. Но они были под чем-то. Потом, как оказалось, они барыжат на кокаине. Очень хорошо. Вот. Они ко мне приставали. Вообще это было жесть. Ну, потом ребята спасали меня, так сказать. Там подходили. Начинали меня забирать. Общаться. Были еще девочки. Ну, тоже вот. Просто гости. Ты с кем-то дружишь. Они, ну... Они знают тебя. Они понимают, в чем дело. И так далее. Было такое, что там девочки подходили. Там начинали общаться со мной. И как бы уводить меня. Вот. И типа турки такие. Типа. Оп. Вот тут дела. В общем. Но в итоге тех турка выселили. Но перед этим они успели какую-то маму снять. И выложить на YouTube, да? Я не знаю. Я не вникала в подробности. Но ситуация была довольно-таки много очень. Я всех не вспомню. На самом деле. И нас тоже охраняли. Вот как-то оно так даже... Ну, даже чувствовалось. Они следили. Они постоянно там девочка, однако, куда-то ушла. Там где она? Где она? Она будет. А в туалет вышла. Проверьте сходите ее. Проверьте ее. Сходите. И тоже, например, был случай. Я обслуживала. Говорю, вам что-то еще принести? Башкабершей и стэмлэсэнэс. А он стоит такой... Я понимаю, что он говорит. Но я перевожу. Он говорит, себя заверни. Я ж такая... Ха-ха. Сделали, что я не поняла. И у нас ушла. А потом он берет официанта. Феррат официант был. Он ему говорит, мне ее с собой заверните. Феррат такой... Потом Феррат ко мне подходит и говорит, Катя, к туркам не улыбайся, пожалуйста. Я такая говорю, в смысле? Он говорит, не улыбайся. Они неправильно это понимают. Я такая... Тем не менее, на митингах нам говорят всем улыбаться. Я такая говорю, хорошо. Потом... Потом Феррат меня больше не подпускал к этому столику. И меня как-то так вот отгаражил. То есть он был официант, просто он был главный официант. И он следил как бы за... Ну, пытался за этим всем следить. И потом ко мне даже один из... Когда просили мой телефон на... У этих... У шефов главных. Они ко мне подошли, говорят, Кейт, с мужчинами-турками, пожалуйста, поосторожней. Мы разрешаем им не улыбаться. Я такая говорю, хорошо. Ну, а когда уже хосты стояла, то это постоянно. С тобой видео снимают, с тобой фотографируются. Тебя выкладывают. У меня столько... У меня, действительно, весь телефон... С гостями очень много фотографий. И мы даже познакомились. Девочка русская, парень турок. И они нас в Стамбуле ждут. У меня куча номеров телефонов. У нас именно семейные пары. Говорят, приедите в Стамбул, в Турцию. Мы вам покажем все. Вы можете у нас остановиться. Посмотреть Турцию. То есть, как-то вот очень хорошо относятся итальянцы. Тоже сейчас с итальянской семьей. Бабушка с дедушкой. С ними переписывались. Они меня приглашают. У них свой ресторан. Приглашают к себе в Италию работать. Мужчина тоже с Канады. Я сейчас тоже с ним переписываюсь. У него свой магазин детской одежды. Вот. Он тоже там предлагает разные работы. То есть, во-первых, это шанс познакомиться с другими людьми. И, возможно, у кого-то это вообще там судьбоносное там по работе или еще что-то. Вот. То есть, ну, не страшно. Просто так пугают эти турки, турки там. Все они такие, там, что-то это. Все смотрят ЮРМ там, понимаешь? Ну, да. Не, ну, понятное дело, надо ко всему относиться. Рабство, органы, проституция. Ко всему. Понятное дело, они все сразу, все сразу же. Приходит новая девочка, все сразу к ней пристают. И, понятное дело, что кому от нее надо. Ну, вот просто надо с ними сразу же начинать дружить. Вот. Ну, и не советую, Люба, говорить, что у тебя там есть парень, еще что-то. Просто я не хочу отношений. Потому что, когда у тебя есть парень, сразу все так к тебе. И там даже кто-то встречается, да, вот, там, с турками, еще что-то. Вот сразу там, а что ты улыбаешься, там, ну, ты ведь с ним. А что ты тут? То есть все это так аккуратно. Да, отношения с турками заводить вообще не нужно. Какие бы они там красивые, брутальные, крутые. Валя так прямо описывает. Комплименты, да, они хорошо делали. Комплименты, ухаживают, там, все люди тебя сделают. Не нужно. Гаврил, это моя яхта, видишь, вот там далеко плывет. Это мой Bentley. Это мой отель. Не, у меня отношений не было, я об этом не втягивалась. Вот, абсолютно. Ну, просто вот, когда выбедаешь со стороны, когда там кто-то что-то делает. Или когда к тебе подкатывают. Но, они, на самом деле, вот, брутальные-брутальные. А кто-нибудь такой, ну, ладно, давай пройдемся там, давай погуляем. И он начинает уныть. Какая у него печальная жизнь. Как ему плохо в душе. Какой он не такой. Какого вы видите. Он в душе ребенок. Ему нужна любовь. Ему нужна. Ты его дам о сердце. И такое бывало просто. И реально начинает плакать. Буквально. Ну, то есть, такие ребята странные. Вот. И ты не отвечаешь ему взаимностью. Ну, если вот грубо, грубо не нужно, конечно. Там можно, типа, все свести на нет. Но, если вот грубо отвечаешь, все. Против тебя вообще вся Москва пойдет. Да. Такое чувство. Вот. Он может что-то подговорить. Они сплетницы, похоже, любых бабушек у подъезда. Они сразу начинают что-то наговаривать. Девочки особенно. Была такая девочка. Нет. Вот одна вот конец сезона появилась. Потому что наши развехались. Вот. И так одна официанка была. Она русский не знала. Вот. Турчанка. Она в лицо улыбалась девочкам всем. А за лицом всех, ну, недобрыми словами покрывала. Ну, и на турецком. Естественно. Вот. Просто потому что ей нравился один мальчик из нашей команды. И она ему рассказывала про всех плохие вещи. Ну, чтобы он никому не приставал и никому не подходил. Расскажи про проблемы с зарплатой. Ой, зарплата это вообще печаль. Ну, одно время. Короче, приезжаем мы. Курс 4,5 лиры. Там 400 долларов. Как бы мы считаем. Там 2 тысячи лир у нас по контракту. 4,5 курс. Мы так посчитали. Вроде бы нормально получается. Хорошо. Как и договаривались. 400 долларов. Вы больше даже. Вот. Потом. Выборы. Выборы. Мы такие. Ой. Там что нам говорят. Вот. Выборы будут. Лира еще упадет. Замечательно. И тут. Выборы. И потом резко подскакивает. 5,7. Потом 6 с чем-то. И мы такие. Что это? И все говорят. Да, упадет. Упадет. А он еще дальше растет. И мы такие. Наверное, нужно менять сейчас. Чтобы хоть что-то выиграть. Потому что будет расти. И да. Были у нас паникеры. Которые. Давайте сейчас менять. Да. Димон. Что-то вообще каждый день отписывался. Курс мне о котировке. Димон. Я потерял. Я потерял столько-то. Я потерял столько-то. Это вообще отдельная тема. Я потерял. Он мне такой. Чувак. Я все потерял. Уже. Там было что-то оставалось. Неделя до отлета. Он. Я ненавижу все это. Я все потерял. Та-та-та. Мне иногда казалось. Что у Дима течет турецкая кружка. Ну. В конце он как-то выбился. Знаешь. Он за последние два дня. Он там что-то типа 200 евро что-то сделал. На бэпи-ситинге. На каком-то. И он там был уже такой. Чувак. Все классно. Блядь. Блин. Ой. Дима этот еще. Ну ладно. В общем. И потом получается. Да. Ну. Мне повезло. Я разобщалась с одной из Нейбарджанской семьей. Очень хорошо. Сначала. А. Вот это. О. Как раз про треш расскажу. Разобщалась я с Нейбарджанской семьей. Сначала я позвала мужчину на дартс. Вот. Он начал приходить ко мне на дартс все время. Все время. Там. Когда у тебя дартс. И он уже по расписанию. Дартс через вас на них начинает. Он уже сидит. Попивает. Ждет меня. Такой. Валентина. Где ты шляешь? Смех. Ты такой. Я уже как бы два дня от него сижу. Вот. Но это было круто. Вот. И получается так что. Он приходил. Потом его жена меня возненавидела. Потом. Я это заметила. И я позвала ее на дартс. Он такая. Да. Я не могу. Не умею. Не хочу. Я говорю. Давайте я вас научу. Там. Ну как бы подрезала к ней. Нашла общий язык. Вот. Потом я ее научила. Вот. Вообще да. Такая игра. У меня некоторые. Ну. Вообще да. Могу рассказать его про это. Но я ему их не буду написать. Игра просто вековая. Вот. Не получается так. Я ее научила. Потом же ж. Я с ней пообщалась. И ей понравилось безумно. Она от меня вообще в восторге была. Все время мне искала глазами, чтобы пообщаться. А это знаете была такая вот девушка. Женщина. Она такая вот. Изысканная. Красивая. Фигура. Там. Макияжный. Выглядит дорого. Макияжного богатого. И речь у нее очень приятная. И с ней всегда было о чем поговорить. На русском общалась. Да. Да. Азибаржанцы. На русском. Они и турецкий знают. Азибаржанцы. Русский и турецкий. И языка уже с рождения. И получается так вот. А. И этот чувак. Вот. Этот мужик. Он оказался трейдером. На бирже валютной. И он говорит. Алеш. Передай всем своим. Чтобы не парились. Немножко погодите. Нормально поменяйте. Азибаржанцы. 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 Ну то есть он объяснил. Я поговорила с своими ребятами. Они тоже с ним познакомились. Чтобы самим убедиться. Вот. Ну и немного мы сохранили там. Если бы тогда поменяли. То мы бы потеряли. Ну. Каждый конкретно. Вот. Ну. Здесь нам немножко повезло. Вот. Начинаем про трэш. Вот. В общем. Этот мужик меня любился. Азибаржанцы. Эта жена. Эта пронюхала. Давай давай. Смотрит. 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 Риски себя. Вот. Получается как. Он начал мне челюху давать. Он мне в общей сумме дал 50 евро. Вот. Такой. На. Побалываешь себя. А ты такая. За 50 я не побал. Азибаржанцы. Я думала. Сказать мне было бы некрасиво. Вот. Спасибо и на том. Вот. Он начал еще день рисовать. Я говорю. Из них себе немного. Потому что. Почему он же Роу смотрит. Там все смотрят. Он начинает на день рисовать. Ну. Пришлось бы делиться. Вот. Как-то так. Короче. Вот. И. Ну. Я такая. Нет. Все порядки. Все нормально. Ты сколько здесь зарабатываешь. На. 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 Вот. Ну. Я же такая. Я хорошая. Просто давайте обменяемся контактами. А потом вы у меня жизнь устроите. Типа. Вот. Мы общаемся с ними до сих пор. Вот. И была у нас короче дискотека. У нас были дискотеки на пирсе. Это типа крутая дискотека. Которая вместо шоу. Вся дискотека. Она там шла два с половиной часа. Там какой-то диджей был. Все время. Почему-то вот. Знаете. Вот дискотеки, которые у нас были. Обычные дискотеки на пирсе. Это вообще ну небо и земля. Там будто у нас начиналась Адам и Ева какая-то. Понял, да? Ну Адам и Ева это типа отель 16 плюс. 18 плюс. Уже 18? Ого. Ого. Про Адам и Еву как мне говорили. Там 20 на 80 процентов. 80 процентов это полуголые танцующие девушки. 80 процентов это только с телефоном. Это Аня, помни, говорила на занятия. Я хочу туда. Вот. Вот это и вся Адам и Ева. Ну как бы пойти туда отдыхать. Некоторые ребята просто из нашего отеля выходили. По пляжу заходили в Адам и Еву. Отдыхали. Раздевались. Да, да, да. Вот. Короче. Вывалилась дискотека и этот мужчина очень выпил. Вот. И он начал приставать к другим девушкам. Танцевать с ними. Жена это все видит, подходит ко мне и говорит, Валюш, я очень ревную. К тебе я не ревную. Иди танцуй с ним в воде от других девок. И что вы думаете? Я пошла. 50 евро. Пришлось отрабатывать. Вот. Короче. Я танцевала с ним. Он такой там. А, он еще перед этим чуть ли не подрался с какими-то британцами. Потому что те выпили и поставили пустой стакан ему на стол. Он такой типа в чем дело? Что это такое? Начал проявлять нотки своего расизма. Очень гикого. Очень гикого. Вот. И он без настроения чуть ли с ним не подрался. Потом начал с бабой ему танцевать. И я тоже наш пришла. Иди танцуй. Там попроси ну пожалуйста, пожалуйста. Вот. Я к тебе не ревную. Я тебя очень люблю. Вот. Ну и я пошла с ним танцевать. Потом она подходит с нашим аниматором. Аниматор у нас был такой красивый-красивый с голубыми глазами. Очень красивый. Такой высокий. Такой. Аниматор. Таких не было. Чтобы вы понимали, от него все тащились. То есть ты просто вот смотришь ему в глаза и не можешь оторвать взгляда от него. Вот. 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 Вообще. Даже некоторые мальчики такие. Так. Если бы я была бабой. Я бы. Вот. 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 Аниматор. Накидалась и начала с ней танцевать. Начала его трогать. Там чуть ли не как возле шеста. Такая смотри. И ревну и говорит своему мужу. Он начинает обвинять. Я так. Освободивтесь мужчина. Давайте его в меру соблюдать. Как бы. Я начинаю переводить все это в шутку. Нифига. В общем. Начинается трэш. Потом она начинает с ним целоваться. В итоге они обои накидались. Такие. Я тебя люблю. Нет. Я тебя ненавижу. ее ненавидь, подавай на развод, зато ты мне отдашь все деньги, как-то так, типа, с чем-то останешься. Ну, там такой, конечно, трэш был. Да, и я была в эпицентре этого всего, я просто выходила вот так вот, что и дело. Вообще, вообще, работа аниматоров очень классная. Вот, в первую очередь, ну, я любила свои активы, те очень сильно пришло, потому что ты собираешь людей на танц, они напеваются и начинают дружить. Я думал, начинают кидать. Ну, поэтому, с гротиками, это больное тело, потому что я их все время, вот, гротиками занималась я, и никому не доверяла, потому что, как бы, мои активити, вот, я отдавалась душой, я любила эти активити. И люблю, наверное. Ты там научилась? Да, да, да. До этого я... Это не очень сложно, по-моему, или сложно? Ну, когда мне сказала, когда шеф сказал, пошли, я тебе кое-что покажу, и приходим на танцы, такая, что, простите? Нет, спасибо, я увольняюсь. Вот, ну, как-то так. Вот такой, это будет твоя активность. Я такая, в смысле, я ничего не знаю, ничего не могу, ничего не буду. Давайте мне то, что мне нравится. Вот мне нравится ватерпол, давайте мне что-то по спорту, там, я в зале люблю, там, что угодно, давайте мне, но не давать. Вот. Он такой, нет, ты будешь вести это активность. А, еще у вас минус такой был. Там, наверное, больше плюс. Тебя все время выбивали из зоны комфорта. Ты говоришь, ты хочешь так? Тебе сказали, нет. Ты будешь делать то, что тебе не нравится. Ну да, наоборот. Вот. Чтобы ты не привыкал, чтобы ты не расслаблялся, чтобы вот... На самом деле, это очень сильно закаляет. То, что выводит из зоны комфорта, ты растешь. Ты все время растешь тем, что ты берешь себя в лапки и вырабатывается твой сильный характер, потому что ты становишься сильнее морально, психологически. Вот. И получается как вот. У нас на Дарце образовывались все время семьи, которые дружили, которые все время стабильно приходили. Если кто-то уезжал, мы все вместе ходили и провожали их на отдых. Мы фоткались, они там контактами обменивались. Вот. И просто, когда люди приезжали, ну я вижу, как бы уже глаз набитый был, ты уже видишь, какие гости новые. И ты такой, а давайте на Дарце, вам понравится. Я обещаю. Ну сколько у тебя самый большой чай был? Вот это 50 долларов, 50 евро? У меня много чего было. Ну, по деньгам. По деньгам 50 лет. Еще, еще, второе. Еще не помню. Может, еще какие-то деньги были. Но вообще, вот, по чаю у меня была бутылка водки русской. Просто мужик на Дарце пришел, сказал, ты мне очень нравится, ты такая хорошая, вот тебе бутылка водки. Я взял ее на варе, да, тем более бесплатно. Становись еще красивее. Становись еще красивее. Ну, типа, да. Вот. Что еще? Мне еще дарили золотой кончик такой с камешками. Я не знаю, сколько он стоит, но я посмотрела сразу же. Проба есть. Вот. Потом часы мне крутые дарили. Что еще? Я не помню. Да, это, ну, не мало. Я все не вспомнила. Ну, да, нормально, короче. Девочки, а у вас все по чаю? Как вообще было дела? Ну, такое. За все время сколько получилось? Где-то, ну, долларов 200 было. Всего, да? Сколько вы работали месяцев? Три с половиной. Три с половиной. Ну, оно просто то, что там не принято. Вот, например, у меня в ресторане не принято было даже чай оставлять. Ну, это мейн, и ты там как-то... Да, мне дарили две пары сережек у меня. Золотых? Нет, не золотых. Это уже... Нет, не золотые. Сережки, еще что-то тоже было. То есть ты тоже пробуешь? Работа, мечты, отели, классы, пять звезд. Высокая зарплата, кальерный рост. Действует пора, полет, эмоции ускорят. На берегу Средиземного моря. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!